Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Реки без рыбы. Кто травит водоемы региона? Газовика вызывали? Мошенники все чаще приходят в дома рязанцев под видом служащих муниципальных компаний. Обнаружен спустя почти 80 лет. Личные вещи пропавшего без вести бойца передали родственникам. Печальная статистика. Буквально накануне в нашем эфире прошел сюжет о том, что в озере на Куйбышевском шоссе погибло большое количество рыбы. Версия местных жителей воду в водоеме отравили. На этот раз жители Михайловского района пожаловались на отравленную реку. Амшанка небольшая, но она впадает в Пронское водохранилище. Проверку провела природоохранная прокуратура. Вместе с ней на место выехала наша съемочная группа. Белая и отравленная. Так жители поселка Коровинского спиртзавода говорят о местной речке. Амшанка похожа на ручей, но впадает в Пронское водохранилище и реку Проню, которая является притоком Аки. Именно поэтому состояние ее воды напрямую влияет на здоровье людей. Когда-то здесь ловили щук и карасей. Теперь рыба вымерла. До этого, когда еще государственный завод, стоял, она вроде очистилась. Потом как будто и... Ну уже давно, вот как опять вот начал завод работать. И немного там... То ли попадает, то ли спрос какой завод, то ли я чего. Ну вон, она вон вся белая, там я не знаю, там лягушки не живут. Местные жители не раз били тревогу, однако администрация населенного пункта внимания на них не обращает. Общаться со съемочной группой глава поселения также отказался. Мы хотим поговорить про речку. Про речку отнесали. Это же ваше поселение. Спасибо. Ну почему? Вы же отвечаете за него? Теперь за дело берется природоохранная прокуратура. Проверяют состояние реки и прилегающей территории. Пробы воды берут в шести местах, выше и ниже завода по течению. А также пять проб донных отложений. Мы проверим на жиры, на нефтепродукты, БПК посмотрим, биологическое потребление кислорода. То есть это показатель органического загрязнения. А также на азотную группу, на 3-2, аммония. Анализ поможет установить источник загрязнения, ведь рядом с ним пробы будут показывать самые высокие результаты опасных веществ. Напомним, что в августе Министерство природопользования Рязанской области уже выписало штраф в 40 тысяч рублей за превышение нормативов. Ответственность понесло ООО «Биофармкомбинат», работающий на территории поселка. Также в непосредственной близости к реке была обнаружена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Детские игрушки, покрышки, строительный мусор и бытовая техника. Отходы стекаются сюда со всей округи, ведь в населенном пункте нет ни одного контейнера для мусора. По словам жительницы близлежащего дома, они не раз перекапывали подъезд к участку и даже поставили шлагбаум. Это помогло, но ненадолго. Свалка переехала глубже в поле, где ее меньше заметно. Местные власти лишь разводят руками, нарушить проблему не могут. Тем не менее, по закону именно они будут нести за нее ответственность. В соответствии с теми заказов, об отходах производства и потребления запрещено размещение отходов вне специально установленных площадок, либо местом именно накопления. Как мы видим, данные отходы размещены на земельном участке без какой-либо пересыпки. Полигон имеет естественный уклон в сторону реки Амшанки. Он расположен на территории, которая граничит с местной фермой. Присмотревшись, можно заметить среди мусора упаковки от медицинских антисептиков, зерно отхода спиртового производства, а также обломанные кусты боярышника. Скорее всего, на импровизированную свалку приезжают не только жители. Также в ходе прокурорской проверки была обнаружена несанкционированная свалка продуктов отходов жидноводства, в том числе и свежие, привезенные буквально сутки назад. В данный момент ведется исследование всех факторов, которые могли повлиять на состояние реки Амшанка. После получения точных сведений об уровне и динамике загрязнения воды, а также площадях несанкционированных свалок, природоохранная прокуратура сможет установить размер ущерба и санкции для нарушителей. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 25 сентября в Рязани стартовал отопительный сезон. Соответствующее поручение дал исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Рязанцев заверили, все предприятия энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объекта социальной сферы и жилого фонда полностью готовы к отопительному периоду. В первую очередь тепло появится в школах и детских садах. А вот как подготовить свою квартиру к холодам и куда обращаться, если обещанного тепла так и нет, расскажет Валерий Седов. Вместо снега на улице идут редкие дожди. Рязанцы достали из шкафов осеннюю одежду. И теперь на улицах почти не заметен отголосок закончившегося бабьего лета. С каждым днем погода лучше становиться не будет. Сейчас главное подготовить к холодам не только себя, но и свою квартиру. Правда, рязанцы особо утеплять жилье не планируют. Как-то готовите квартиру к сезону отопления или нет? Особо никак. Просто проверяем, чтобы батареи были в целости, в сохранности. У меня очень теплая квартира. Очень теплая. И мне совершенно готовиться не надо. Батареи, когда будут пускать, я так думаю, проследим, чтобы не текли. Эксперты все же советуют купить самоклеющийся утеплитель для окон и дверей. Ведь утекает тепло именно через эти места. И некоторые горожане обклеивают двери и окна каждую зиму. У нас железные двери стоят. Я покупаю в руах такую клейку, самоклеющую. И параметры двери наклеющие. И плотом уходит. Эпоха заклеивания окон давно прошла. Сейчас практически в каждой квартире и окна установлены пластиковые. Заклеивать можно и их, пространство между створкой и рамой. Но есть процедуры подготовки к зиме и куда проще. Почти каждое пластиковое окно оборудовано специальной фурнитурой, которая отвечает за зимний и летний режимы. Она расположена сбоку створки и определяет степень ее прижима к оконной раме. Все зависит от того, есть ли специальный эксцентрик. Если он повернут в сторону улицы, то это летний режим, при котором в помещение попадает воздух. В зимнем режиме метка должна смотреть в сторону квартиры. В таком случае створка прилегает плотно. Некоторые рязанцы покупают и обогреватели. На случай суровой зимы специалисты советуют выбирать именно масляные. Однако они могут и не пригодиться. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, которые приняли в 2011 году, температура в жилых помещениях зимой должна быть не меньше 18 градусов. В угловых квартирах столбик термометра не должен опускаться ниже 20 градусов. Если обещанного тепла в квартирах нет или оно ниже нормы, то тогда стоит бить тревогу. Сам по себе этот текст закона указывает о том, что прежде всего вы информируете управляющей компанией или ТСЖ, которая фактически оказывает эти услуги по отоплению как посредник между ресурсоснабжающей организацией. Правда, бывает и так, что после обращения в управляющую компанию обещанная комиссия по замеру температуры внутри помещения так и не приходит. В таком случае следует обращаться в суд. Юристы рассказали, что потребитель коммунальных услуг имеет право на судебную защиту. Заботиться о жилом помещении должны не только управляющие компании, но и человек. Ведь именно в интересах самого жильца, чтобы внутри было тепло и уютно. И холода были не страшны. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Житель Касимова предстанет перед судом за зверское убийство сына. Преступление было раскрыто по горячим следам. Региональный следственный комитет представил кадры проверки показаний подсудимого на месте. Подробности громкого дела в нашем следующем сюжете. Все началось со ссоры. В семье в последнее время были напряженные отношения. Рассказывает подозреваемый во время проверки показаний на месте. По словам отца, он застрелил сына, потому что тот угрожал ему травматическим пистолетом. Я понял, что он сейчас выстрелил. Это я нажал и подошел. Оцелился он куда? Оцелился он сюда. Эта версия в ходе расследования подтверждения не нашла. Следователи не обнаружили пистолет, которым якобы угрожал сын. С целью сокрытия совершенного им преступления, относящегося к категории особо тяжких, мужчина расчленил тело погибшего и на своем автомобиле вывез к реке, где утопил. О пропаже сына правоохранительные органы через два дня заявила бывшая жена обвиняемого, которая вместе с сыном проживала от него отдельно. Мужчина рассказывает, смыл следы преступления в доме, тело сына переложил в багажник машины. О том, что сын пропал в правоохранительные органы, сообщила мать. Следователи, кто убийца, выяснили почти сразу. Отец вину полностью признал. Преступление произошло в декабре 2017 года. Части тела убитого нашли в реке весной и летом этого года. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье убийства. Ему грозит срок от 6 до 15 лет. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На какие только ухищрения не идут преступники, чтобы добраться до чужого добра. В Рязани полицейские задержали подозреваемого в серии краж и ограблений. Самое интересное, что жертвы сами впускали молодого человека, приодетого газовиком. Подробности далее. Сразу несколько пожилых людей стали жертвами 25-летнего молодого человека. Житель Михаева под видом работника газовой службы посещал рязанцев в возрасте от 72 до 90 лет. Втираясь в доверие, он использовал удобный момент и воровал деньги. При этом суммы были самые разные. От 3,5 до 60 тысяч рублей. Злоумышленника задержали, как говорится, с поличным. Полицейские задержали злоумышленника на улице Юбилейной, когда он пытался скрыться после визита в квартиру к 89-летней женщине. Как выяснилось, во время осмотра газовой плиты и трубопровода, газовщик сообщил пенсионерке о серьезных неисправностях и потребовал уплатить штраф. Как только потерпевшая достала наличность, он выхватил у нее из рук 28 тысяч рублей и бросился бежать. Свою вину молодой человек отрицает. Также уверяет, что судим ранее не был, хотя у сотрудников полиции другие сведения. Сейчас возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам преступной деятельности по статьям кража и грабеж. Подозреваемый находится под стражей и если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Сотрудники полиции, в свою очередь, напоминают, не стоит слепо доверять и впускать в дом незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Мария Рудая при содействии пресс-службы регионального управления МВД. Горячительные напитки продаются, несмотря на все запреты. Жильцы дома 36-50 на улице Шевченко и первого дома на улице Березовой периодически становятся свидетелями драк. А к подъездам приходится идти, перешагивая пьяных. Люди мечтают, чтобы заведение закрыли. Однако многочисленные обращения в разные инстанции пока ни к чему не привели. Очередь начинает собираться в 7 утра. Желающие у которых, как принято говорить, трубы горят, приходят и ждут открытия. Находятся рюмочные в жилом доме. Очередь из стоящих, сидящих, а иногда и лежащих видят все, идущие на работу. Напротив находится детский сад, рядом площадка. Мы ведем детей в сад. Мы ведем из сада. Там постоянно пьяные люди, граждане, так скажем, находятся. Постоянно крики, драки. За данным домом находится у нас детская площадка расположенная. Но, поверьте, даже мне, как бы идти с мужем рядом страшновато, потому что люди совершенно неадекватные. В группе любителей спиртного, заметивших телевизионную камеру, сразу же нашлись желающие выступить в защиту своей рюмочной. Они против того, чтобы заведение закрыли и просили не показывать его по ТВ. Это город снимает городской телевидение. В чем проблемы-то, я не пойму. Я вам должна, у вас разрешение, камеру руками не надо. Мы у вас должны разрешение спрашивать, что нам снимать. Ну, а что тогда? С каким вопросом? Между тем, жители домов, расположенных рядом, уже устали бороться с рюмочной. Они неоднократно обращались в самые разные инстанции, но решить проблему так и не смогли. В домах эти разливайки, они совершенно не нужны. Разлагают молодежь. Молодежь, чему учатся? Конечно, только плохому. Конечно, убрать надо. Уже сколько раз пытались. Закрывали, опять открывали. Почему-то. Говорят, там хозяин кто-то. Не будем говорить. Детям пройти на площадку – это проблема. Я живу в этом доме как раз, поэтому выпускать страшно одних. Потому что постоянно собираются кучи народа и стоят полупьяные, кто лежит, кто пьет тут же, не отходя от кассы. Руководство заведения, когда увидел съемочную группу, по-быстрому закрыло кафе. Но это не значит, что оно не откроется после того, как мы уедем. Еще одна рюмочная, где разливают алкоголь, находится в доме 36-50 на улице Шевченко. Дворник рассказывает, контингент культурный. Ни мусора, ни бутылок после себя не оставляют. Выпивают, поговорят. Тут драк никогда не бывает. Не бывает драк? Тут тихий контингент. Но при этом не надо забывать, что рядом находится бассейн «Юность», 159-й детский сад, куда и ходят родители с маленькими детьми. Дорога проходит мимо рюмочной. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В регионе стартовал антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков». Акция является ежегодной и призвана привлечь внимание общества к данной проблеме. Только за 8 месяцев этого года в суд направлено 330 уголовных дел, связанных с наркотиками. Подробности далее. В погоне, проработке стратегии задержания, поезд с наркотиками – все это знакомо Владимиру Королькову. Он с 2004 года ведет непримиримую борьбу с незаконными веществами. Особенно ему запомнился случай, когда силами рязанских правоохранителей был пресечен канал поставки на территорию региона особо крупной партии героина. Это был 2007 год. В октябре месяце жители села Денежниково в сговоре с представителями таджикских, лицами таджикской национальности организовали канал поставки на территорию города Москвы наркотических средствах героин. Сбыт осуществлялся следующим образом. Проходящий поезд Москва-Таджикистан в районе села Денежниково осуществлял сброс сумки с наркотиками, после чего житель вышеуказанного села ее подбирал. Владимир признается, за эти годы многое изменилось – и виды наркотиков, и способы сбыта. Так, если 15 лет назад упор делали на опии и героин, потом популярность приобрели наркотики дезаморфиновой группы и марихуана, сейчас же распространяется в основном синтетика – так называемые спайсы и соли. Это полностью синтетические виды наркотиков, которые изготавливаются в подпольных лабораториях, где происходят сложные химические реакции. И по результату получается непосредственно данное вещество, которое фасуется и доносится до простых граждан. Готовят их в незаконных лабораториях. Владимир уверяет, на территории региона таких нет, а те, что были, выявлены и закрыты. Ни для кого не секрет, что наркотики наносят непоправимый вред здоровью. Но именно синтетика делает это крайне быстро и слишком уж жестоко. Последствия необратимы. Поэтому так важно защитить детей от этого негативного явления современности. В большей степени это социально неблагополучный человек, у которого, как правило, проблема в семье. Как правило, это неполная семья, где на ребенка практически не обращается какого-либо внимания, не уделяется ему должного внимания. Это улица, это компании. Когда воспитанием ребенка занимается улица, а не родители, к сожалению, приходится констатировать то, что именно такие люди попадают в сферу незаконного оборота наркотиков. Ежегодный антинаркотический месячник призван консолидировать усилия общества и государства в борьбе с наркотиками. Сотрудники органов напомнили, что крайне важно сообщать о случаях распространения и употребления наркотиков на телефоны доверия или в дежурную часть. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Движение автотранспорта по улице Новоселов в сторону улицы Советской Армии будет перекрыто в связи с проведением ремонтных работ теплотрассы в районе дома номер 10. Об этом 25 сентября сообщили представители администрации города. На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены. Обратите на это внимание при планировании своего маршрута. Подвиг живет в веках. Новые факты о судьбах героев Великой Отечественной войны устанавливают волонтеры. Им удалось обнаружить личную вещь солдата, который считался пропавшим без вести, а также связаться с его родственниками. Тему продолжит Галина Кудряшова. На фронт Великой Отечественной войны ушли около 27 тысяч скопинцев. 14 тысяч из них не вернулись или пропали без вести. Александр Кайнов своего отца не видел ни разу. Того призвали за несколько месяцев до рождения сына. В семейном архиве сохранились лишь две фотографии. Теперь он пополнится новой находкой. Это уникальный медальон, настоящий, оригинальный. Он запакован в специальный ламинат для того, чтобы его не портило ни ультрафиолетовое излучение, ни влажность. Находку обнаружили участники военно-патриотического клуба поиск Академии в СИН России во время выезда на одну из вахт памяти. После раскопок молодые люди работали в архивах, где удалось найти информацию о родственниках пропавшего без вести солдата. Я не надеялась. Почему? Потому что в нашем роду погиб мой папа, погиб дядь Вася, погиб папин брат. Погибли три наших близких родственников, маминой, мужья. Очень много погибло. Три маминых двоюродных брата. Мы все были без отцовщина. В медальоне обнаружили записку с личными данными, написанную рукой самого бойца Василия Андреевича Каинова. Удалось установить и подробности его службы. Боец воевал на Ленинградском фронте, попал в госпиталь с тяжелым ранением. Его похоронили на станции Погостина. В санитарном захоронении в этой ячейке было два бойца. Медальон был один на двоих. Кому точно принадлежал этот медальон, кто из них именно Каинов, просто невозможно угадать, невозможно узнать. Для этого нужно проводить генетическую экспертизу, однако по этическим причинам от нее отказались. Сейчас работа поискового движения продолжается. Активисты ищут родственников бойца из Ряжска, Катунина Алексея Ивановича. В годы войны он был старшиной мотористов на СКА-04-12, а после работал водителем или механиком на местной автобазе. Волонтерам удалось обнаружить его фотографию и установить подробности жизни на фронте. Галина Кудряшова при поддержке пресс-службы Академии ФСИН России. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok